здравствуйте меня зовут федор васильев я вас приветствую в проекте джума сенсей урок номер 123 мы продолжаем с вами разбирать компонент комьюнити билдер и сегодня мы поговорим о модуле который показывает кто на сайте и этот модуль может делать много чего еще вы его уже видели он у нас на сайте отображается в данный момент времени у меня сейчас находится на сайте два человека это я админ и я с другого браузера зашел под другим именем тестового пользователя чтобы вы видели как это работает в данный момент два пользоваться два пользователя онлайн соответственно отсюда до по клику по имени мы также может попасть в профиль пользователя и этот модуль может много чего вывести к вам на сайт давайте посмотрим разберем этот момент мы переходим с вами в админку переходим расширение менеджер модулей переходим с в онлайн конечно как переименовывать заголовок я думаю в эту же умеете то есть вот здесь мы пишем например кто онлайн вот эту опцию мы пока первые пока пропустим вот этот текст который напишите здесь будет в начале в середине и в конце юзер текст лимит то есть если у вас будет одновременно онлайн на сайте больше 30 человек то отобразятся только 30 здесь управляете можете менять значение исключить юзеров через запятую айди пользователя то есть юзера и своя плагин интеграция мы это не трогаем как исключить если вам это нужно то вы можете зайти в комьюнити билдер в пользователей напротив каждого пользователя будет индификатор вы сможете прописать здесь и в данный момент у нас кто онлайн и как же мы можем это использовать еще я изменил здесь только заголовок нажимаю сохранить и закрыть то есть один и тот же модуль может выводить разную статистику во первых у нас этот модуль он находится слишком низко мы его сразу можем вот здесь вот поднять выбираю 1 сохранить закрыть сейчас вы видите кто онлайн модуль самом низу обновляю страницу и теперь он находится под модулем авторизации повыше и ниже чуть давайте добавим еще модулей которые будут вводить другую информацию то есть тот же самый модуль но будет вводить другую информацию для этого мы в админке в модулях нажимаем на зеленую кнопку создать в самом верху комьюнити билдер онлайн модуль из выбираем и у нас как раз таки вот эта опция позволяет вывести все возможные критерии для начала мы определим позицию в моем шаблоне это позиция 7 опубликована заголовок статистика например здесь я ничего не трогаю а вот здесь я выбираю например вот последний вариант давайте сохранимся и посмотрим что это даст обратите внимание вот наша статистика всего пользователей то есть это показывает сколько зарегистрировано на и последний конечно здесь перевод не очень хороший как переименовывать вы уже умеете на последний пользователь это который зарегистрировался скорее всего пользователь на сайте 2 в данный момент онлайн то есть и здесь у нас есть дополнительные вкладочки здесь понятно это стандартные вкладки вот здесь вот можно выбрать например выводить текст and icon то есть и иконки что за иконки сейчас увидим обновляемся и у нас посимпатичнее выводится вот такие вот иконочки да также этот модуль можно поднять выше таким образом вы можете вывести очень большую информацию в любом в любом месте на вашем сайте за счет одного модуля давайте попробуем что-то вывести еще здесь мы закрываем на нажимаем создать нажимаем опять онлайн модулис давайте попробуем вывести предпоследний онлайн statistics нажмем сохранить обновимся практически то же самое до пользователь на сайте 2 всего зарегистрированных гостей 0 из этого списка если кто знает английский конечно этому человеку будет проще например light of профиль апдейт то есть последнее обновление профиля будет выводить информацию кто последний обновлял свой профиль то же самое последнее кто зарегистрировался и другая статистика то есть здесь уже можете подобрать под себя давайте выберем кто последний обновлял профиль нажму сохранить обновляю страницу и показано кто последний обновлял свой профиль то есть практически все пользователи кто мне зарегистрирован я каждому профиль обновлял то есть вот такого рода полезный модуль который вы сможете принципе гибко настроить под себя на этом я данный урок заканчиваю надеюсь для вас он был интересен и полезен если это так поддержите меня пожалуйста лайком и подпишитесь на канал чтобы не пропустить новые и познавательные видео и новая информация касательно обновление джумала 25 апреля 2017 года то есть вчера вышла до такой серьезное обновление джумала вот сейчас вы видите в панели управления здесь она у меня висит я вам не рекомендую пока обновляться пускай она повисит потому что как правило когда выходит такое серьезное обновление ну как серьезно не настолько серьезно как например если бы вышел джумал 4 но этот это обновление но включает себя ряд функций дополнительных джумала во первых локализации новых функций а пока скорее всего нет нужно ждать когда переведут а почему нужно ждать потому что скорее всего сырая скорее всего с какими-то расширениями вашего сайта будет конфликт возможным нужно подождать когда будет 371 или 372 после этого обязательно резервную копию сайта надо сделать нужно будет обновить дождаться обновлений и расширений ваших которые вы используете на сайте и из ключевых особенностей джумал 370 которая я считаю стоит огласить это создание дополнительных полей в менеджере материалов здесь и в компоненте контакты вот здесь вот будут обновлены кнопочки на сайте удобно будет создавать в пункте меню статью быстрый доступ то есть например мы пошли статью хотим чтобы вела страница на статью но ее надо сначала создать менеджеры материалов а здесь будет удобно сразу создавать статьи прямо из пункта меню если мы забыли это сделать например эти поля там такой большой список тоже радио кнопка checkbox и календари чтобы это можно было быстро настроить и это быстро было как бы легко выводить в статьях то есть такие дополнительные поля и плюс еще будет мощное решение с локализацией я еще сам толком не ознакомился то есть если вы хотите ознакомиться с обновлениями думать 370 то можете перейти на сайт jumla.org и там есть уже вся информация в плане обновлений вот это все что в принципе я хотел сказать на этом с вами прощаюсь и до нового видео если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь